Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео снова о похудении. И сегодня я хочу поболтать с вами на такую тему, как же всё-таки научиться понимать, что вы испытываете голод, а не желание что-то съесть, желание перекусить. Как понять, что это чувство к вам приходит, как его ощущать. И также в этом видео хочу затронуть тему, как не переедать. Потому что, ну как мне кажется, эти две темы немножко связаны. Я ещё раз повторюсь, что я не диетолог, не врач в медицине, не имею никакого отношения, а также я не психолог, и к психологии тоже не имею никакого отношения. Я, скажем так, много чего достигла путём проб и ошибок, и просто делюсь с вами своим опытом. И поэтому, возможно, некоторые фразы, какие-то слова, они будут, ну, скажем так, языком простого человека буду говорить, а не какими-то медицинскими терминами. Когда ко мне пришло осознание вот этого чувства голода, осознание того, чтобы есть именно тогда, когда испытываешь чувство голода? Задумывалась я об этом всегда, хотела я этого всегда, но в большей степени я это стала понимать, вот именно то, когда я голодна и когда я просто хочу съесть какой-то продукт, примерно когда мой вес был 65 килограмм, ну, около того, да. И именно в этот период я стала ощущать вот чувство голода вот это всё и разделять, когда я голодна и когда я просто хочу что-то перекусить. Но я могу сразу сказать, что это дело не в том, что именно с весом в 65 килограмм к вам придёт ощущение голода, а до этого веса вам этого не достичь и не понять, нет. Ко мне это пришло, потому что, ну, скажем так, мне не у кого было спросить. Мне вообще было достаточно сложно сформулировать, что конкретно я хочу от своего организма, скажем так, что конкретно я хочу, то есть вот эту вот конечную цель, да, вот и то, го, я хочу кушать только тогда, когда голодна. Мне это было, ну, можно было сказать, сложно сформулировать, потому что основная цель всё-таки была снижение веса, да, и как бы всё остальное, ну, вот как-то так, как сопутствующее шло. Плюс это были пробы и ошибки, и когда-то получалось что-то, когда-то не получалось. Именно из-за этого спустя какое-то время я, скажем так, как пришла вот к такому результату. Ну и давайте уже начнём. Как же всё-таки понимать, что вы испытываете голод, а не желание просто что-то съесть? На самом деле здесь вообще Америку не открою, и всё супер просто. Когда вы испытываете чувство голода, вы хотите есть еду, а не конкретно какой-то определённый продукт. То есть, если вы приходите домой, и вам кажется, что вы хотите есть, и вас спрашивают, хотите ли вы кушать, и вы говорите, а что у нас есть, да, или а что у нас сегодня на ужин, и вам там перечисляют, и вы ещё такие, ну, вот это я буду, а вот это я не буду. Вот, значит, в этом случае вы не испытываете чувство голода. У вас просто есть желание, ну, что-то пожевать, скажем так. Или, допустим, вы приходите домой, и вы едете домой с мыслью жареной картошки. Вы приходите домой, а дома у вас только отварная картошка, и вам говорят, ты голодна? Вы говорите, да, я голодна, но я не хочу отварную картошку, я хочу жареную картошку. В этом случае вы тоже не испытываете чувство голода, вы испытываете желание что-то пожевать. А также вы, скажем так, есть такая некая привычка, приехал домой, поел, да, и отсюда уже идёт вот это вот перебирание, скажем так, продуктами, да, что вот это я хочу, а вот это я не хочу есть. Так если такое происходит, значит, вы не голодны, значит, нужно, чтобы прошло полчаса, минут сорок, может быть, час, и тогда вы будете испытывать чувство голода и съедите уже именно отварную картошку. Вам, в принципе, будет всё равно, что вы будете есть. Главное, чтобы это была еда. Но это, конечно же, не касается таких продуктов, которые вызывают у вас, я не знаю, отвращение или рвотный рефлекс, который вы там всю жизнь не едите, то это уж надо супер быть голодной, я не знаю, голодать несколько дней, чтобы у вас появилось желание съесть эти продукты. Я говорю, в общем, вот о таких мелочах, скажем так. И ещё такой маленький момент, когда, например, я испытываю чувство голода, сажусь за стол и начинаю кушать, как минимум первые кусочки абсолютно любого блюда, которое я начинаю есть, кажутся мне нереально вкусными. Я ощущаю вкус, запах, я вижу, какого цвета эта еда, да, и я наслаждаюсь этой едой, потому что у меня есть голод, я удовлетворяю свой голод, испытывая при этом удовольствие. То есть вы понимаете, о чём я говорю, да? Поэтому, когда есть желание что-то пожевать, желание что-то съесть, если это касается какого-то одного конкретного продукта и больше ничего вы не хотите, значит, вы не испытываете голод. А если происходит такое, что я хочу что-то пожевать, и вы так открываете холодильник и смотрите, вот это я хочу, вот это я не хочу, вот это я хочу, вот это я не хочу, о, там есть колбаска, поем колбаску, да? А, например, там картофельное пюре вы не хотите съесть. Вот тогда вы не испытываете голод, а вы испытываете желание что-то просто пожевать. И вроде бы на самом деле всё так просто и так красиво я рассказываю, но бывает такое, что чувство голода к нам не приходит. В течение дня мы не можем себя поймать на мысли о том, что мы действительно хотим есть. Так вот, как же, ну скажем так, добиться того, чтобы вот это чувство голода, оно приходило к нам? Я ещё, да, забыла в этом видео сказать, что есть ещё физические некоторые составляющие, да, вот этого чувства голода. Например, у кого-то урчание в животе, у кого-то, вот у меня, например, когда я голодна, у меня сразу такое впечатление создаётся, как будто бы у меня идеально плоский живот. То есть у меня живот подтягивается к позвоночнику, и я кажусь супер-мега стройной, но, по крайней мере, по своим собственным физическим ощущениям у меня происходит именно так. Потом уже идёт урчание живота там и так далее и тому подобное. Так вот, давайте вернёмся к вопросу тому, что нужно делать для того, чтобы чувство голода всё-таки к нам приходило в течение дня? Ну и первое, тоже достаточно простое, это не переедать. Как не переедать? Это как раз-таки кушать тогда, когда вы испытываете чувство голода. И ещё один такой момент. Каждый приём пищи, который у вас есть, будь то два, три или больше, он должен вас насыщать. То есть если вы встаёте из-за стола, и где-то через полчаса вы честно, откровенно можете себе сказать, что вы готовы поесть ещё что-то и всё равно что, значит, нужно пересмотреть те продукты, которые вы употребили за этот приём пищи. Значит, они вас не насытили. И это плохо. Да, нужно вставать из-за стола с лёгким ощущением голода. То есть не с переполненным животом, что прямо вот стошнит сейчас, да, вот есть такое чувство, а именно с такой лёгкостью как бы, да. Как этого достичь? Есть медленно, ни на что не отвлекаться. То есть не нужно включать перед собой, там, я не знаю, тот же Ютуб, например, да, и сидеть просто, зависать там над каким-то видеосериалом или ещё что-то, да, и одновременно при этом что-то есть. Не нужно так делать. Вы должны наслаждаться вашей едой. Иногда это бывает действительно достаточно сложно. Потому что, например, у меня маленькие дети, да, и которые, ну вот села мама кушать и села, да, у детей свои заботы постоянно отвлекают, постоянно зовут. Как я с этим справлялась? Я брала, если, допустим, у меня на тарелке кусок мяса, ну, предположим, я нарезала этот кусочек мяса на маленькие кусочки. Вот прямо вот мегетировала, сидела, резала на максимально маленькие кусочки, которые я только могла нарезать. К тому же я и, скажем так, сервировала себе стол. То есть я накладывала еду себе в тарелку, не где-то бегом над кастрюлей или там, я не знаю, из салатника ложку, там где-то там вилка с сосиской какой-то или ещё где-то, да, а именно садилась за стол. Всю еду нарезала, раскладывала перед собой, да, только не миски большие вот эти вот, да, а всё на свою тарелочку накладывала, садилась. И, допустим, когда я пыталась приступить к трапезе, меня кто-то отвлекал, допустим, звал ребёнок, я накалывала вилкой этот маленький кусочек, отправляла себе в рот, оставляя тарелку на столе, вставала, подходила к ребёнку, там разбиралась, что ему нужно, возвращалась обратно и продолжала есть. И только так не брала с собой тарелку, не делала, знаете, вилкой вот так вот эти маленькие кусочки, так-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и по итогу на вилке у нас такое огромное количество вот этих маленьких кусочков, и мы запихиваем в рот и бежим к ребёнку. Нет, такие вещи я не делала. Маленький кусочек накололи в рот, накололи в рот. То есть только таким образом. И даже у меня бывали такие истории, когда я себе накладывала достаточно небольшую порцию еды, и из-за того, что я постоянно отвлекалась, я потом через какое-то время подходила, у меня оставалась еда на тарелке, и я её не доедала. То есть я смотрела на эту еду и понимала, что нет, я больше не хочу есть. И, соответственно, и не ела. Отправляла всю тарелку в холодильник, и оставляла это, например, себе на завтрак или на ужин, в зависимости от времени суток, который я всё это ела. То есть вот таким образом, медленно, не спеша, именно кушать так, чтобы у вас оставалось вот это послевкусие, можно так, наверное, назвать, чтобы вы понимали, что вы съели, а не такое, что там приглотила котлету, вас спрашивают, вкусно, невкусно была котлета, а из чего она была, куриная, говяжья там или кака. Даже не понимаем, чтобы не было такого, чтобы чётко было понимание, вот я съела вот это, вот это, у меня были такие вкусовые ощущения, мне было вкусно, невкусно, многому соли, мало соли и так далее. Все вот эти вот нюансы в вашей еде, они должны быть прочувствованы. А прочувствованы они только тогда, когда вы медленно едите. Я не знаю, насколько правда это или нет, но когда-то давно я вычитала о том, что, во-первых, нужно каждый кусочек прожёвывать 10 раз, я даже как-то пыталась это делать, но честно у меня не получалось. И также, что насыщение приходит в течение 15 минут. Ну, кто-то говорил 20, кто-то 15, кто-то 10, у каждого по-разному, но я с этим соглашусь. То есть за одну минуту насыщение не приходит, это точно. Поэтому всё кушать медленно. И в принципе, я даже иногда удивлялась, что мне бывало достаточно ещё меньшего количества пищи, чем я себе положила изначально на тарелку, только из-за того, что я медленно ем. То есть еда у нас для энергии. То есть мы испытываем голод, кушаем. То есть чётко это понимать, разделять, останавливать себя. Конечно же, не получится так, что вот так оп, и сегодня я всё понимаю, всё разделяю, и всё у меня замечательно и хорошо. Конечно, такого же не получится. Но стараться к этому идти и стараться вот это делать. Также у нас бывает такой момент, когда мы не можем ощущать чувство голода из-за того, что еда поступает в наш организм слишком часто. То есть если мы постоянно что-то перекусываем, то, конечно же, вот эти перекусы, они забивают нам чувство голода, и, конечно же, этого чувства голода просто не возникнет. Правильно? Например, когда нам скучно. То есть еда для того, чтобы от скуки, да? Вроде бы всё поделала по дому, всё легла, чтобы ещё такое сделать. Ну ладно, пойду чай попью. К чаю обычно у нас что-то идёт. У кого бутерброд, у кого, не знаю, просто колбаска, у кого ветчина. У каждого по-разному. У кого конфетка, у кого сладость. К чаю обычно что-то идёт. Вообще напитки, чай, кофе и тому подобное, всё-таки для меня это ближе к еде. Это не вода, это не питьё. Это ближе к еде. То же самое есть некие такие привычки, которые у нас выработаны годами, которые, не знаю, специально, не специально мы себе вырабатывали. У каждого по-разному. Например, вы каждый вечер ходите гулять с собакой, особенно это касается зимнего периода, времени, и после прогулки с собакой, после того, как вы её намоете, вы садитесь, наливаете себе ароматный горячий чай, пьёте, получаете некое расслабление, успокоение, и только тогда идёте ложиться спать. И чаще к этому чаю, опять же, добавляется у нас ещё что-то. Так вот, это привычка. Если еда от скуки, понятно, там просто мы себя отвлекаем чем-то. Если понимаем, что вот мы легли, нам скучно, и мы решили что-то пожевать, значит, идём и ещё что-то делаем. Всё, что угодно, всё, что хотите, хоть каким-то рухкоделием занимайтесь. Есть, кстати, такая поговорка, «Руки заняты, голова не болит». Она мне очень нравится, и это действительно такая работающая поговорка. Вот. Так что же делать вот с такими привычками? Или мы привыкли, мы возвращаемся с работы, и мы ужинаем. Тоже есть такая привычка. И у нас уже на автомате идёт. Не важно, что мы там по дороге зашли с подружкой в кафе и съели там, я не знаю, что-то, да, там кусок, не знаю, пирожное какое-то или ещё что-то, да. Это не важно, да. Мы пришли домой, мы должны поесть. Так вот, здесь либо рубить с плеча, но я такое не особо люблю, потому что лично в моей истории, когда я что-то рублю с плеча, это приводит у меня к срывам обычно, или заменить одну привычку на другую. Например, если вот как вы гуляете с собакой, да, вы потом, скажем так, успокаиваете себя, не знаю, даёте себе ощущение тепла, уюта, там как-то согреваетесь и тому подобное чашкой кофе, вы можете просто налить себе ванну, да, сделать себе тёплую ванну с какими-то аромомаслами, с салями там какого-нибудь Мёртвого моря и так далее. Вы можете даже превратить это в некое своё хобби, да, не знаю, приобретать новые масла себе для ванны, там новые какие-нибудь пенки там и так далее и тому подобное. И вы, гуляя с собакой, будете думать о том, что вот сейчас меня ждёт дома такая замечательная ванна, я как раз купила себе новое маслице, или я решила смешать там вот это маслице с этим и так далее, да, занимать свои мысли чем-то не связанным с еду. Также еда как вознаграждение есть, такой тоже момент, да, вот я сейчас домую полы и пойду налью себе чай с конфеткой, который меня ждёт там со вчерашнего дня, да, то есть это как вознаграждение за какое-то действие, вознаграждайте себя чем-то другим, вознаграждайте себя за похудение чем-то другим. Например, сбросили 5 килограмм, пошли купили себе новую помаду. И здесь тоже такой момент финансовый вопрос, да, но вы же сбросили 5 килограмм, значит, вы отказались себе в чём-то. Например, пирожное какое-нибудь, которое стоит 100 рублей, да, если вы неделю не поедите, не будете приобретать себе этого пирожного, которое вы, допустим, раньше там, идя с работы, проходя мимо пекарни, заходили в этот магазинчик, тоже есть вот такая у некоторых история, у меня была тоже такая же, и покупали себе вот это вкусное пирожное, и все вместе садились в чай. Если вы перестанете покупать себе это пирожное, которое стоит 100 рублей, ну, я так утрирую, не знаю, сколько стоит пирожное, ну, допустим, 100 рублей, и вы 7 дней – это 700 рублей. За 700 рублей можно купить себе новую помаду? Можно. Вы и похудели, и ещё и с новой помадой, то есть по-любому преображение очень хорошее. Поэтому ищите другое вознаграждение. Например, если вы там моете полы, обычно себя вознаграждаете, там чашкой кофе, алкоголь вообще не стоит, говорят, женский алкоголизм не лечится, поэтому алкоголь вообще мы сразу отбрасываем, да, то замените на что-то другое, допустим, на серию любимого сериала. Вот я сейчас дам мою полы и посмотрю вот этот любимый сериал, но без чая, без кофе и всего остального, да, просто лягу на кровать и посмотрю новый сериал. Или, допустим, я сейчас помою полы, пойду себе масочку на лицо сделаю, да. Польза для красоты и есть, даже в просмотре сериала польза какая-то есть для вас, расслабление и так далее. То есть что-то, что не связано с едой. Вообще наша жизнь и еда не должны быть связаны. Мы не должны получать удовольствие только за счёт еды. Если у вас есть такое, что вы, например, поругались с подругой, то есть ваш эмоциональный уровень упал вниз, и вы, допустим, заедаете всё это, там, не знаю, конфеткой, шоколадкой и так далее, для того, чтобы вывести на обычный уровень ваш, ну, как сказать, эмоциональный фон, наверное, да, у вас не должно быть это. Должно быть что-то другое здесь, что выводит ваш эмоциональный уровень на другое. Допустим, новый парфюм, да, или вообще, в принципе, какой-то парфюм, вы его себе купите, этот маленький флакончик, он будет стоять у вас только на какую-нибудь сложную ситуацию. Пругалась с подругой, пошла, подушилась, всё, легла, кайфую, да. То есть что-то не связанное с едой, еда не должна помогать вам восстанавливать какой-то психологический ваш, я не знаю, уровень, да, уровень вашего настроения. Ищите что-то, за счёт чего вы будете получать удовольствие, и это что-то не должно быть связано с едой. Прогулки на свежем воздухе, чтение книг, вышивание, вязание, всё, что угодно, всё другое, и как раз-таки другое будет на пользу. Свяжите новый шарфик для своего мужа там или сына. Польза, польза. И при этом ещё похудеете. Здорово же! И ещё важный очень момент, о котором я хочу проговорить здесь, это физическая активность. Насколько вы физически активны в течение дня? Если вы постоянно будете находиться в горизонтальном положении, или, скажем так, большую часть дня в горизонтальном положении, то затрат энергии в течение дня у вас будут минимальны, соответственно, и чувство голода будет намного меньше, потому что организму в принципе достаточно. Мы же ничего не делаем. И вот есть некоторые девочки, которые мне пишут, что очень мало едят, но при этом вес не уходит вниз. Первое, что я советую, проверить здоровье. Даже если вы думаете, что с вашим здоровьем всё в порядке, а на самом деле это может быть не так, я просто убеждена, что если прийти к эндокринологу или к какому-то специалисту и сказать, что вы знаете, вот я кушаю вот это, вот это, вот это, и это совсем всё не калорийно и совсем в маленьких порциях, и при этом я либо набираю вес, либо вес стоит, то этот врач, я уверена, что забьёт тревогу, что что-то в организме пошло не так, где-то какой-то сбой. Иногда мы сами можем довести сильным желанием похудеть, я не знаю, сильной голодовкой постоянной, ещё какими-то моментами, перееданием вечером, допустим, если приём пищи у нас идёт только вечером, и он один, и он в маленьком количестве, да, то есть что-то где-то нужно пересмотреть, в том числе и физическую активность. Ещё раз повторюсь, если вы будете постоянно в горизонтальном положении, количество пищи, которое необходимо вашему организму для энергии, будет абсолютно другим, чем у человека, который с утра и до вечера на ногах постоянно где-то бегает, я не знаю, сдаёт каждый день 100 метровку и тому подобное. И у этих людей будет абсолютно разное количество пищи. Естественно, тот, который более физически активен, у него будет большее количество пищи, потому что он тратит больше энергии, чем тот, который менее активен. И увеличивайте свою активность, да, соответственно, вы будете больше, ну, не то чтобы чаще испытывать чувство голода, но оно к вам будет приходить чаще, чем если вы не будете увеличивать активность. Вообще должна быть такая история, знаете, что вот прям за любой кипиш. Кто пройдёт пешком 5 остановок? Я, да. Кто там, я не знаю, побежит 100 метровку? Я. То есть во всём постоянно должно быть, ну, только поднятие тяжести, я как бы девушкам не советую, но всегда, то есть вы всегда старайтесь себя, вот прям надо заставлять, иногда по-другому не получается. То есть вот даже вот элементарно, вы пришли на детскую площадку, сели на лавочку, ребёнок играет, не садитесь на лавочку, идите играть вместе с ребёнком. Ребёнку польза – это какое-никакое общение с матерью, да, это взаимодействие. Я не знаю, ребёнок уже большой, побежал играть в футбол, идите играйте в футбол вместе с ними, хотя бы встаньте просто на ворота. И то польза и для ребёнка, и весело, и подъём, эмоциональный подъём вы получите, да, соответственно, вы получите удовольствие на свежем воздухе, вы играете с мальчишками там или с девчонками в футбол, неважно, да, и уже вам даже не захочется в этот день получать удовольствие от еды, потому что вы его уже откуда-то с другого места получили, да, в той же физической активности. Два часа прогулка по парку – за, да, я в первых рядах, прямо берёте, устали, всё равно идём, активничаем, активничаем, активничаем в течение дня. Можно даже себе просто придумывать что-то, и не обязательно тратить много денег на то, чтобы быть физически активной. Не знаю, появилась новая коллекция Диора. Пойти просто её посмотреть, просто так вот. Пойти понюхать, я не знаю, не обязательно что-то покупать, можно просто побродить по магазину, посмотреть. В конце концов, побродить по магазину для того, чтобы увидеть что-то, скажем так, своё вознаграждение, да, которое вы получите за то, что сбросите там 5 или 10 килограмм. Вот оно будет, вы его уже нашли. У каждого по-разному. Кто-то там занимается рукоделием, это новая вышивка. Пойдите, посмотрите, может, что-то новое привезли в магазин. Пусть этот магазин в соседнем, там, я не знаю, в городе небольшом, да, и вам туда добираться два часа. Утром встали, муж на работу, вы такая с рюкзачком, всё активно побежали на автобус, сели, доехали, вернулись, заранее приготовили, там, за день, допустим, ужин, чтобы вам уже не готовить. Целый день там проходили, всё просмотрели, вернулись обратно. Почему нет? Да, то есть во всём прямо вот себе придумывайте каждый день. Так, вечером засыпаете, думаете, ага, куда я пойду завтра? А завтра я пойду туда. И не обязательно для этого искать компанию. Иногда это даже бывает классно, знаете, когда вы можете, знаете, в магазинах есть такие вот корзины, там, я не знаю, с носками там всякими. Вот я люблю в этих вещах ковыряться. И вот когда я одна, мне никто не мешает. Я могу хоть целый день, там, полдня простоять, проковыряться и найти носочки такого цвета, которого я хотела уже там в течение двух лет. Ну, у нас у женщин всегда есть какие-то такие мелочи. Или если вы занимаетесь рукоделием, пойти выбирать эти маленькие вот эти бисерки там какие-нибудь, или как это называется, какие-нибудь там крючочки, штучки какие-то, да, для своего рукоделия, что-нибудь новенькое посмотреть. А вдруг вы в этом кипише найдёте вот именно ту маленькую штучечку, которая вам пригодится. И ходить, ходите туда, идите. Не обязательно там всё, весь этот путь, там, я не знаю, 20 километров идти пешком. Вы можете подскочить на автобусе, но это всё равно активность уже будет в течение дня. Это всё равно уже будет классно, это всё равно уже будет круто. Вы потратите энергию. И вы придёте домой, и вы поймёте, что вы испытываете голод. Потому что вы откройте холодильник, и в этом холодильнике будет стоять только, я не знаю, манная каша. Вы её достанете и съедите. И она будет для вас такая вкусная, какую вы вообще никогда не ели. Вы сами удивитесь, что вы с утра сварили такую вкуснейшую кашу. Потому что вы голодны, и вы испытаете удовольствие от еды. И весь день пройдёт в удовольствие. То, что вы съездили, нашли вот эту маленькую шалобушечку для своего рукоделия. И у вас теперь, я не знаю, ваше рукоделие вообще пойдёт на ура там, да? Ну, я так и всё образно, да? Или какую-то книжку нашли суперинтересную, там себе купили. Или съездили в библиотеку, в другой конец города. Там тоже нашли какую-то суперкнижку. И вы теперь такая уставшая. Вы поели эту вкусную манную кашу. И вы можете со спокойной душой лечь, да, мне не знаю, на диван или в кровать. И открыть эту книжку новую, которую вы купили. И понюхать её, как она вкусно пахнет этой краской, да? И тому подобное. Или, ну, как-то вот, да? И целый день прошёл в удовольствие. И настроение отличное, и домашние близкие ваши порадуются, что вы такая вся прямо на подъёме и так далее. И пусть вы устали безумные, ноги стёрты, я не знаю, там до ушей, да? Но вы получили удовольствие от этого, вы кайфанули от этого. И уже еда не нужна будет в качестве удовольствия. Только вот когда приедете, не проглатывайте эту манную кашу, а медленно-медленно кушайте. С чувством, с толком, с расстановкой, чтобы каждый кусочек, который у вас попадает в ваш рот, он был для вас прямо нереально вкусным. Именно поэтому я сейчас говорю, что я получаю удовольствие от еды. Потому что я прилетаю откуда-то голодная, достаю, я не знаю, там, помидорину тоже, да? И она мне вкусна, потому что я голодна. И я чувствую и запах этой помидорины, и аромат, и всё. И всё, каждую мельчайшую подробность этой помидорки я замечаю, ощущаю, и мне кайфово от этого, да? И при этом ещё, и если вы сбросите вес из-за активности, из-за того, что вы меньше съели за сегодняшний день, чем же не плюс? И бонусом там какую-то штучку для рукоделия или новую книжку или ещё что-то, да? Какую-то мелочь. Вы даже можете просто пойти и, я не знаю, прогуляться по торговому центру. Или там, я не знаю, съездить на другой конец города к подружке, к которой вы уже там сто лет никак не могли поехать. Только не ешьте там у подружки, да? Или там ещё какой-то момент. Ну, то есть придумывайте себе физическую активность. Обязательно придумывайте. И тогда будете испытывать чувство голода. На сегодня я буду заканчивать это видео. Если у вас остались какие-то вопросы или какую-то из тех тем, которые я подняла сегодня, вы хотите, чтобы я более подробно о нём рассказала, там, о каких-то моментах, да, как-то поболтала с вами, обязательно пишите внизу под этим видео в комментариях. Я с удовольствием сниму такое видео для вас. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok